Одна из них хорошо знакома автолюбителям – дорога в толь хозяйственного магазина. В прошлом году наша видеокамера увековечила масштабный ремонт дорожного полотна. Весь отрезок дороги был залатан рабочими ремонтно-строительного управления номер один. Нынче поводом для съемки снова стали ремонтные работы, но уже не такого размаха и проводимые совсем другой организацией. Внизу грунтовая вода, поэтому у нас вода некуда упирается сверху, вот он и выпучивается так. Поэтому мы сейчас попробуем загладить вот эту делу, а потом надо будет капитальную здесь ремонт проводить. Так что мы что сможем сейчас пока сделаем, а там уже надо капитально все отремонтировать. Сейчас вы просто выровняете? Да, выровняем. Пока вот немножко яму выкопали, грунт, шебенку засыпали и заровняли. Не наши компетенции. Это мы не наши. Просто попросили, мы делали. Ремонтировать дороги не входит в обязанности службы благоустройства ЖКХ. Но так как конкурс на проведение ремонта дорог еще не объявлен, а ситуация сложилась критическая, коммунальщики откликнулись на просьбу городской администрации. Выделили несколько единиц техники, сняли слой асфальта, который местами вспучился так, что даже внедорожнику зацепиться не составило бы большого труда. И засыпали щебни. До поры до времени, конечно. Но на безрыбье и рак рыба. На это входит вот эта работа. В летном содержании дорог и тротваров. На летном содержании на этом году, к сожалению, в связи с дефицитом бюджета нет денег. Поэтому вот там, видели, работали у первого магазина, силами, дворниками все это убирается. Но этих сил не хватает, чтобы привести весь город в порядок. Ситуация с мусором, безусловно, отличается от той, которую обнажило весеннее снеготайне. Но в корне она не изменилась. Существует поговорка «чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». В таком случае жителям, например, частного сектора придется самим заботиться о вывозе бытового мусора, заключая договоры с УЖКХ. Такое предложение поступало от депутатов городской думы. Но существует и другой вариант народного изречения «чисто не там, где не мусорят, а там, где убирают». В этом и заключается основная проблема благоустройства города. Сил и средств службы благоустройства ЖКХ едва хватает, чтобы навести порядок в черте города. Идеальную чистоту наша съемочная группа наблюдала на Комсомольской аллее. В детском парке возле Центрального рынка тоже не к чему придраться. Но все же есть в нашем городе болевые точки, расположенные в основном в частном секторе, которые грязным пятном ложатся на благополучную репутацию города. Вот здесь, недалеко от поворота на вертолетный завод, до недавнего времени был установлен мусорный контейнер. Хотя на самом деле это место больше напоминало несанкционированную свалку. Около месяца назад у ЖКХ нашло решение этой проблемы. Площадку почистили и вывезли мусор вместе с мусорным контейнером. Вместо него здесь появилась вот такая табличка «Свалка мусора запрещена». Такая мера была принята по просьбам местных жителей. По их словам, мусор сюда свозили чуть ли не со всего города. Контейнер убрали, но вот альтернативы никакой не предложили. Это мусорка, это вот, принес мешочек, выкинул, а везут же машинами. Мне гонять надоело машины. Нет, ее надо, конечно, мусорку. Я ходил в ЖКО, я говорю, вы поставьте вон в лес, вот кусок, все равно людям будут, они будут весь лес. Вот сейчас хожу с собакой гулять, все туда везут. Когда город смоет с себя пятно несанкционированных свалок и смоет ли вообще, еще один вечный вопрос. Продолжение следует...